Здравствуйте дорогие друзья! В своем сегодняшнем видео я хочу рассказать вам о том, как на сегодня 7 мая выглядит моя теплица поликарбонатная. Размером она 2,5 на 6 метров. В теплице натянута по всей окружности по поликарбонату спамбонд номер 17. Он заправлен за шнуры и образуется такая конструкция, которую можно назвать термосом. Воздушная подушка между листами поликарбоната и вот этим спамбондом позволяет теплице прекрасно прогреваться. И вот посмотрите на сегодняшний день, еще раз повторяю, 7 мая, какая растительность моей теплицы радует нас урожаем. И надеюсь, что я вам сейчас этот урожай покажу. Вот лучок, который я посадила еще осенью. В теплице у меня снега не бывает, лук очень большой, он уже даже мешает томатам. Надо его поскорее съедать. Я посадила его поглубже из выборка своего и на него положила доску пятидесятку. И безо всякого снега он прекрасно перезимовал. Посмотрите, какие роскошные салаты у меня. Вот салат дубачек, у него такая листва. Это салат яролаш. Это салат азарт. Вот это салат изумительный, маслянистый. Те же самые салаты. Салаты у меня были выращены в закрутках. Вот эти в закрутках выращены. Посмотрите, какие они мощные. Все они посажены куртинками. Вот можно посмотреть это. Вот посмотрите. Сейчас постараюсь показать. То есть из одного куста, из одного места растет, трудно показать, из одного места растет несколько экземпляров салатика. И когда мы его рвем, мы можем рвать отдельным листочком, можем вырывать целым кустом, кустиком. Остальные остаются дальше расти. И очень длительное время этот салат нас радует урожаем. Больше месяца. Это уже проверено. Рядом растет кинза, кориандр. Кориандр мы высаживаем всегда. Очень любим его с мясом. Он тоже уже готов. Посмотрите, какой кустистый. Это капуста мизуна. Двух сортов. Фиолетовая и зеленая. Я ее посадила совсем немного. Мы так относимся к ней. Не очень любят у нас ее. Но тем не менее, это полезная, безусловно, зелень. Рядом руккола, ореховый аромат. Здесь взошел алисум. Двух сортов. Алисум лимонад и просто алисум снежный ковер. Рядом это капуста пак чой. Мы ее тоже едим, как салатики. Не очень хорошо взошла нынче капуста. Но вот единственный сорт, агрессор, порадовал сходами. И капуста брокколи. Мне очень нравится сорт маратон. Это капуста, которая дает 3-4 урожая. Она ремонтантные свойства имеет. К сожалению, в этом году шпинат почти весь ушел в цвет. Во-первых, я запустила его полив. Он очень влаголюбивый. Ну и все-таки ему в теплице жарковато. Я уже в этом убедилась. Везде высажен базилик. Высадила я его довольно давно. Он сейчас приживается, укореняется по всей теплице. Он у меня растет. Вот, посмотрите, пожалуйста, растет редиска. Это сорт Дуся от фирмы Партнер. Вот такая она симпатичная, крупненькая, хорошая. Астры взошли. Это сорт Леди Королла. Они очень крупные, красивые, на больших прямо стоячих ножках. Разных расцветок и смесь тут есть. Редиска была высажена. И с букетным способом, посаженная в кассеты. Из кассет. Вот она дала так урожай быстро. Вот эта редиска была высажена просто посевом в грунт. И она тоже уже дает урожай. Его видно. Еще кассетным способом посаженный редис Селекта. Он более поздний. У него редисинки поменьше, но тоже нас радует. Лучок. Большое количество лучка, который я высаживаю каждый год из от севок севка. То есть этот севок, он дает перо медленно. То есть, посмотрите, как оно сейчас так субтильное. Но позже, через месяц примерно, когда мы съедим первый зеленый лук, это перо с возмужаем, станет вкусным, сочным и жирным. И тоже будет нас кормить. Из выборка лук, посаженный ясной. Здесь салат Айсберг. Мне он очень нравится. Растет в кассетах. Буду высаживать его в грунт. Здесь высажен амарант. Я высаживаю его на семена. Рассада различных кабачков на три семьи у меня посажено. Здесь 12 штук. Растут и помидорки. Они очень укрепились. Высадила я их 21 апреля. И все они уже набрали цвет. Все такие крепкие. И думаю, что тоже порадуют нас довольно ранним урожаем. Здесь огурчики. С огурчиком у меня в этом году просто беда была. Два раза я их высаживала обычно в мае. В середине, в конце огурчики мы уже едим. Но я не знаю, что у меня нынче с землей. Я и с томатами боролась. С рассадом просто погибала. Смогла спасти с помощью фитоловина, подкормок, опрыскиваний и огурцы. Два раза я уже их сеяла. И на фазе появления настоящих листочков они желтели. И было видно, что какая-то корневая гниль. Будем надеяться, что этот посев будет удачным. Ранние томаты. Ранние томаты в пакетах тоже стали уже прямо мощными, как деревья. И посмотрите, все они уже набрали по две кисти. Некоторые цветут. И мы будем, думаю, что рано от них иметь урожай. Ну а сейчас давайте соберем редиску. Вот редиска букетным способом высаженная. Вот посмотрите, две редисинки. Две редисинки. Одну забираешь, вторая будет продолжать расти. Здесь тоже две. И две уже такие хорошенькие. Ну, пусть одна еще порастет. Вот тоже две-три. Больше уже будет в ущерб росту. Вот. Редисочка. Дальше давайте сорвемся салатики. Вот этот маслянистый изумительный от фирмы. То ли русский огород, то ли вкуснятина. Ой-ой-ой. Какой он крепкий. Придется, наверное, рвать листом. Вот его сажу впервые. Очень мощные листья. Просто очень. Вот смотрите, на моей ладони лист даже еле умещается. Вот. Сейчас сорвем азарт. Они тут все разной стадии развития. Вот. Посмотрите. Такой хороший. Очень уже крупный салат. Замечательный. По всей теплице зашел укроп. Но вот этот укроп высажен в закрутке. И вот он такой сейчас большой. Мы его тоже сорвем. Он кудрявенький. Забыла уже сорт. Название сорта. В результате получилась у нас вот такая замечательная витаминная корзинка. Редисочка довольно крупная. Салат вообще просто очень крупный. Лук еще того больше. Салата очень много надо съедать. Его срочно, правда, все мои сорта. Салаты отличаются тем, что долгое время не набирают горечи. Все тут, все, 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 все. Для того, чтобы очень и очень полезный, вкусный, витаминный салатик сделать. Зелень редиски я тоже обязательно кладу в салат. Вот пока она такая маленькая, она, говорят, даже полезнее, чем сама редиска. Вот такая красота. Захожу в свою теплицу и радуюсь, любуюсь. 7 мая все пышет, растет, помидоры меняются на глазах. Вообще вся зелень меняется на глазах. Несмотря на то, что сегодня практически первый теплый день у нас. Постоянно были заморозки и ноли, и минус один, и минус два. И стояла вода, тонкий ледок в бочках. Но моя палатка спасла. Она помогает зелени в теплице гармонично развиваться, потому что жгучие лучи солнца сокращает, потому что влага держится. И температура по ночам гораздо выше, чем если бы этой палатки не было. Вот еще забыла показать вам лук-оксибишн, который я в ближайшее время, надеюсь, высажу, потому что он уже просто огромный. Просто огромный. Вот такого размера уже завязались маленькие луковички. И, кстати говоря, пришла к выводу, что все-таки высаживать лук нужно в конце февраля. Значительно отличается вот этот лук, высаженный в конце февраля, и вот этот лук, высаженный на две недели позже, в марте. Вот такое видео я для вас приготовила. Буду рада новым встречам с вами на моем канале. С наступающим вас праздником, Днем Победы. Будьте здоровы. И всего вам самого-самого наилучшего. Продолжение следует... Продолжение следует...